Одним из самых больших обновлений, появившихся в iOS 14, стал новый интерфейс домашнего экрана. Отдельное внимание привлекли виджеты, которые можно располагать прямо на домашнем экране iPhone и iPad. Однако такая реализация оказалась совсем не тем, чего все ожидали. Многие всерьёз не понимают смысла виджета в iOS, если они не интерактивны, то есть ими нельзя управлять с экрана самой системы. При этом они ещё и занимают половину экрана. Что ж, надеемся, что в следующих версиях операционной системы Apple усовершенствует функциональную составляющую виджетов. Ну а пока мы собрали 15 приложений, виджеты которых полезны уже сейчас. Возможно, вы что-то найдёте и для себя. Это канал Яблок. Меня зовут Никита. Приятного просмотра. Для начала давайте напомню, как вообще добавлять виджеты на домашний экран iPhone. Нажмите и удерживайте палец на пустом месте главного экрана, пока иконки приложений начнут покачиваться. Или нажмите и удерживайте значок любого приложения, а затем нажмите на «Изменить экран домой». Нажмите значок «Плюс» в левом верхнем углу. Нажмите на один из доступных в этом меню виджетов. Выберите нужный размер, затем нажмите «Добавить виджет», чтобы разместить его на главном экране. Нажмите «Готово» в правом верхнем углу, чтобы установить виджет. Виджеты доступны на iPad с iPadOS 14, но они ограничены боковой панелью страницы сегодня, тогда как с iPhone вы можете использовать их на вашем домашнем экране, а также на втором, третьем и так далее рабочих столах с приложениями. Сразу скажу, что все приложения в подборке бесплатные, но в большинстве из них есть встроенные покупки, так что будьте внимательны. Все ссылки в описании к видео. Итак, начнем со встроенных виджетов родных приложений iOS. Там есть на что обратить внимание. Во-первых, конечно, это виджет «Элементы питания». При помощи него можно из одного места одновременно следить за уровнем заряда iPhone, AirPods, зарядного кейса и Apple Watch. Удобно, тут ничего не скажешь. А во-вторых, виджет стандартного приложения «Напоминание», которое, кстати, сильно прокачало за последние версии операционной системы и теперь является достойным тудо-менеджером, которым можно удобно пользоваться. С виджетом можно следить за задачами на день, даже не открывая само приложение. Теперь перейдем к сторонним виджетам. С выходом iOS 14 пользователи получили новую интересную возможность, менять дизайн иконок, создавая тем самым собственные темы оформления. Пользователи, конечно же, не могли оставить без внимания такую возможность и начали активно ее использовать, проявляя свою креативность. Получалось вот так, вот так, ну и вот так. Все это послужило стремительному наполнению App Store сторонними приложениями, которые помогают пользователям кастомизировать главный экран iOS. И самой популярной утилитой для таких целей является виджет «Смит». Она создана Дэвидом Смитом, разработчиком нескольких популярных приложений для Apple Watch и iPhone. Концепция программы заключается в том, что она позволяет создавать настраиваемые и персонализированные виджеты для домашнего экрана iOS. С ее помощью можно раскрасить виджеты в соответствии с вашими предпочтениями. Например, тонко настроить шрифты и цвет виджетов. Виджет от приложения Google позволяет установить миниатюрную поисковую строку прямо на домашний экран. Есть даже функция голосового поиска, которая запускается по одному тапу. Это удобно, когда заняты руки. Похожий виджет есть у Яндекса, только он дополнительно показывает еще погоду и даже пробки. Кстати, именно это приложение нужно использовать и для того, чтобы установить виджет «Погода» от Яндекса. Он информативнее и красивее, чем виджет приложения «Погода» от Apple. Да и в целом, на мой взгляд, показывает погоду точнее. Быстро и удобно узнать актуальные курсы обмена валют можно, установив виджет X-Currency. Он определяет основную валюту на основе страны, указанных в настройках на вашем устройстве. А чтобы быстро отправить электронное письмо, можно воспользоваться виджетом приложения Gmail. Или виджетом лучшего почтового клиента на iOS Spark от компании Riddle. Его можно гибко и удобно настроить. Например, можно следить за количеством непрочитанных писем в электронном ящике. Можно просматривать и даже отвечать на последние письма, при этом не заходя в само приложение, а также вести свой календарь дел. Утилита ускорит процесс работы с почтой в несколько раз. Кстати, у Riddle есть полноценный календарь Calendars. Это мое любимое приложение-календарь для iOS. Его виджет может отображать как и просто календарь на месяц, так и подробный список дел на день. Рекомендую. Далее перейдем к виджету, который будет максимально полезен для школьников и студентов. Timetable. Приложение представляет собой расписание на каждый день недели, где отображаются занятия по часам, которые вы предварительно вручную занесли. Там же можно отмечать и задания на каждый предмет, чтобы все было в одном месте. Виджет, в свою очередь, отображает ближайшие занятия и что нужно сделать и изучить, чтобы к ним подготовиться. Следующий виджет не столько про полезность, сколько про визуальную красоту. Приложение Flip Clock помещает на домашней экране самые флип-часы. В отличие от самого приложения, в виджете нет рекламы и выглядит он вполне минималистично. Виджет приложения под названием Steps App показывает анализ вашей активности на протяжении всего дня. В основном, конечно, его используют как обычный шагомир, но он также отображает пройденное расстояние, пройденные этажи и количество сожженных калорий. В нем есть даже медали за достижение, что служит отличной мотивацией для некоторых пользователей. Присутствует синхронизация с Apple Watch. А чтобы следить за количеством потребленных калорий, есть виджет Yaseo. Выставляете нужную вам цель, сброс веса или набор массы, и приложение рассчитает нужное количество ежедневных калорий. Виджет же покажет информацию о том, сколько вы уже потребили и сколько осталось. Из-за того, что он будет постоянно на виду, у вас будет меньше желания съесть лишний кусок торта. Кстати, он также может отображать уровень сахара в крови, количество выпитой жидкости и сколько шагов за день вы прошли. Вести учет финансов удобно в программе Debit & Credit. Она подробно показывает, где и как вы потратили денег в виде красивых информативных отчетов. Можно ввести все доходы, расходы и счета в одном месте. Также есть возможность настройки автоплатежей за подписки на какие-то сервисы. Виджет тоже полезный, отображает только ту информацию финансовых дел, которая вам нужна. Многим как раз пригодится. Виджет под простым названием Widget для создания пустых мест на домашнем экране. Он добавляет пустое место на рабочий стол устройства для индивидуальной настройки расположения иконок. Приложение создает виджеты нужных размеров в виде частей картинки, которые установлены у вас как обои. Подойдет, если вы не хотите, чтобы иконки приложения некрасиво заслоняли какую-то часть ваших обоев. Теперь идем дальше. Brin. Симпатичный виджет со списком покупок. В принципе, список можно ввести и в обычном приложении напоминания, но в Brin есть аккуратные рисованные изображения продуктов, чтобы быстрее ориентироваться при добавлении в программе. Виджет приложение Sports.ru. Главная фишка виджета в том, что он может отображать результаты интересного вам матча, не заходя в приложение. Ну и напоследок расскажу о виджете под названием CPUX. Это программа для тех, кому важно знать о своем девайсе абсолютно все. Она содержит в себе информацию о всем, что касается вашего гаджета, модель устройства, загруженность процессора, количество используемой оперативной памяти, статистику загруженных мегабайт по Wi-Fi и сотовой связи, версию операционной системы и еще множество всего разного. Можно даже провести тесты скорости интернета и производительности гаджета. Большинство этой информации можно отобразить и в виджетах. Мне лично очень нравится виджет и статистика использования трафика. Он показывает, сколько объема разной информации загружено по Wi-Fi и сколько через сотовые данные. Это будет актуально, например, в роуминге, когда каждый мегабайт в буквальном смысле на вес золота. А какими виджетами пользуетесь вы? Свои рекомендации пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!